Ку-ку! Проснулась этим утром и из вчерашних заметок записала для тебя подкаст. Прекрасного дня! Послушаешь? Наряжать свою модель на чемпионат или нет? Пирожок, ух, какой горяченький! Вы знаете, начну с самого начала, я участвовала давно, с 2014 года, и поездила достаточно где. Так вот, когда я только начинала участвовать в чемпионатах, не было вообще такой темы про какие-то специальные наряды и украшения моделей. Кто есть, того и берешь. Чуть ли нереально на улице хватали и укладывали на кушетке, чтобы занимать свои прекрасные первые места. Не занимали, кстати говоря, без украшений и без дополнительной подготовки. Но все-таки немного время поменялось. И примерно к 2016 я прям проследила эту тенденцию, к 2016 году стало все меняться. И стало уже модно украшать модели, обвешивать их разными какими-то сосульками, приклеивать стразы, камни добавлять, блеск, банты, парики, линзы и все такое. Я сейчас как мамонт, конечно, скажу, но я впервые с этим столкнулась на чемпионате в Минске. Это был 2016 год на чемпионате Beauty Eyes Инны Адамович. Так вот, была высокая-высокая лестница на второй этаж, где, собственно, проходило судейство. А мы сидели внизу, и судей как небожители за нами оттуда наблюдали. Классно, я, кстати, обожаю такого формата помещения. На Неве в августе было потрясающе вот точно такое же помещение, где мы сидели наверху с моделями, а внизу мы через балкончик лицезрели, как прекрасные участники, работают. Вообще классно. Это я отвлеклась снова, отвлеклась, но что поделать. Так значит, возвращаемся в 2016 год. И девочка на каблуках огроменных, в длинном-длинном платье с короной на голове. Я клянусь, я видела такое впервые. Я сейчас не придумываю ничего, то есть реально, я много участвовала до этого на такое. Меня, то есть я удивилась, я подумала, а это что вообще происходит? Это кто ворвался к нам? Это кто вообще пришел? Оказывается, это была модель. Так вот, она на этих высоченных каблучищах в платье поднималась на эту лестницу, чтобы пройти судейство. В короне, соответственно, все такое. Но я, конечно, ничего против не имею, хоть я и была ошарашена в тот момент. Может быть, даже модель сама настояла на таком образе, сказала, я вот только так выйду, только так приду, только так в таком виде пойду судиться. Но честно, я считаю это лишним. И вот примерно с этого момента началась активная кампания по наряжанию моделей. И там уже пошло-поехало, кто во что гораст. Так вот, чтобы развернуть эту тему и объяснить мое, например, к этому отношение, я все-таки скажу так. В самом деле, если работа превосходно выполнена, то для модели совершенно не обязательно специальные аксессуары и дополнительные какие-то нюансы украшений внешности. Даже если эта модель сложная, даже если это модель с асимметрией, не обязательно ее обвешивать разными бирюльками и таким образом как будто бы сделать ее немного симпатичнее. В самом деле, это совершенно никак не влияет. И тем более, сейчас мы снова приходим вот к 2023 году, мы все равно приходим к тому, что все уже просто-напросто присытились вот этими нарядами. То есть, в 2016 и так далее, и далее, и далее, это было очень классно, это было ново, это было модно. Какие-то венки, какие-то ободки, наряды. То есть, было смотреть интересно и прикольно. Но сейчас на это смотреть вообще не интересно и не прикольно. Все равно мы более-менее возвращаемся к такому стандартному, спокойному варианту без разнообразных украшений. Самое-то главное здесь индивидуальность модели и ваш запрос. Когда у вас в голове родилась идея, что вы хотите продемонстрировать, я опять же настаиваю, что это идеальный вариант, когда у вас есть концепция. Что вы разрабатываете сначала в своей голове приблизительный план, что вы хотите сделать, а потом вы реализуете в рамках чемпионата. И вы ищете специального человека. Например, у вас какие-то супер аниме, должны быть лучи. У вас должны быть нижние ресницы, длинные какие-то, вот эта вот вся рванина. И вы, соответственно, подбираете модель таким образом, чтобы она подходила сюда. Не так, что поставить эту рванину и лучи просто рандомной, случайной какой-то девочке, которая мимо шла. Это будет неэстетично смотреться, это просто будет негармонично и не подходить. Вот именно поэтому я настаиваю на том, что сперва идея, а потом уже ее реализация. Но в любом случае, если что-то пошло не так, ничего страшного, мы работаем все равно с тем, что есть. Так вот, руководствуйтесь стилем моделей. Вы изначально подбираете того человека, кто понесет эту вашу работу, тот, кто будет ее демонстрировать. И работа должна быть продолжением внешности вашей модели. Если это какие-то панк девчонки, и у вас там тоже какая-то рванина или черные-черные какие-то глаза, то вот эта панк вся обвешенная каким-то металлом девчонка, и черные-черные там какие-то ресницы, глаза, большой объем, допустим. Это будет смотреться супер. То же самое, если это очень нежная девочка-цветочек, ну прям реально белая-белая. Но не будете же вы черным цветом наращивать яркие ресницы, там какой-нибудь 6-10D объем, правда? Или лучи безумные какие-то ей ставить. Это будет что-то спокойное, там вроде 2D, 3D, каких-то спокойных номинаций или вообще классики. То есть здесь, опять же, вариантов огромное множество. Но так вернемся к одежде. Одежда и аксессуары должны украшать модель, а не делать из нее посмешище. Потому что отсутствие вообще любых аксессуаров и дополнительных нарядов, оно вообще никак не повлияет на вашу работу, на то, насколько вы справились. То есть ваша модель все равно будет оценена по достоинству. Но случаются моменты, когда вы подобрали модель. Вы сделали все то, что вы хотели, реализовали свою идею, но так и не получили никакой сатисфакции. Судьи просто-напросто не оценили. Неизвестно по какой причине. То ли им показалось, что вы как-то выпячиваетесь. То ли им показалось, что это уже скучно и не на во. Опять же, вкусы разные. Не стоит из-за этого расстраиваться. Хотя, что я говорю. Конечно, из-за этого стоит расстраиваться, какое-то время переживать по этому поводу. Но ваша внутренняя уверенность, что вы все сделали правильно и ваша модель сияла просто яркой звездой на этом мероприятии. Это точно останется в вашем сердечке, останутся фотографии какие-то. Поэтому обязательно, если у вас есть какая-то нестандартная идея, реализуйте ее, не бойтесь. Судьи в идеальном варианте должны это оценить и заметить. Также по поводу одежды в регламенте обычно есть пункты. И в оценочных листах. Однажды я так попалась. Я просто-напросто фиг забила, ничего не читала. И в оценочном листе был пункт о том, что модель нужно было наряжать. Ей нужно было придумать образ. Я, конечно, не придумала никакой образ. Она просто оделась у меня как обычно, как она симпатично просто выглядит. И все. Нараживание было классное, но, блин, в этом пункте, то есть из 10 баллов я просто пролетела сразу. Мне поставили 2, ну просто с натяжкой нереально, что типа наращивание было более-менее симпатичное. Поэтому 8 баллов я пролетела сразу же. Поэтому читайте обязательно регламент. Есть номинации, в которых необходимо продемонстрировать образ. Будьте внимательны. Резюмирую то, что я сказала. Модель без дополнительных украшений имеет место быть. Это не обязательно. Если ваша модель имеет свой индивидуальный личный стиль, подберите наращивание под нее. Или наоборот, подберите модель под наращивание, которую вы хотите сделать. Яркие модели индивидуальности, они не запрещены. Не обязательно, но могут быть оценены судейской коллегией. Поэтому не гнушайтесь, зовите таких девчонок, зовите ярких, наряжайте их, если это смотрится гармонично и эстетично. Желаю удачи. Эх, чемпионатики, чемпионатики. Какие же вы противные. Я уже реально неделю сижу и все это записываю, записываю. Мне так интересно. Столько всего хочется вам рассказать. До следующей встречи. Прекрасного дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова